Хороший Ярославль Април 02-2015-16-27 Сегодня про Хороший Ярославль Но для начала хотел бы сделать небольшое отступление и поговорить с вами о том, что такое хорошо и что такое плохо в масштабе городов Давайте представим, что город – это квартира Представьте, вы приходите к кому-то в гости Квартира не убрана, по полу бегают огромные тараканы и крысы, проводка искрит, стены давно требуют ремонта Хозяйка квартиры явно выпивает и ведет асоциальный образ жизни Сын хозяев – наркоман, и таскает в ближайший ломбард бабушки на наследство Вас приглашают за стол Стол, кстати, очень красивый, антикварный Сын хозяев еще не успел его продать, стол слишком большой и тяжелый И посюда очень красивая Хозяин рассказывает, что из этих тарелок чуть ли не сам царь ел Да и вообще, давным-давно в квартире этой бывали великие люди Сейчас, правда, кроме участникового никто не заходит, но вот раньше Эти стены помнят Все это, конечно, замечательно Но вы смотрите на хозяев и думаете, как бы они эти тарелки не побили А квартиру с антикварным столом не сожгли по пьяни Какие у вас будут впечатления от посещения такого дома? Прошу не рассматривать эту аналогию в контексте посещения Ярославля Тут я просто хотел обсудить с вами подход к расстановке приоритетов Что в городе важнее? По мне, так антикварный стол и дорога и сервиз, доставшийся от бабушки, не так важны, как чистота и уют Как отношение к своему жилищу нынешних хозяев и та атмосфера, которую они смогли в доме создать Стены, может быть, и помнят успехи прежних хозяев, но мы живем сейчас, и прикрываться былыми заслугами не совсем правильно Памятники архитектуры, исторические здания и природа очень важны для хорошего города Но это фон Город не может быть хорошим только потому, что 500 лет назад там построили красивую церковь или тремль Или потому, что город стоит на красивом холме, откуда открывается прекрасный вид на море Это не заслуга нынешних жителей и администрации Нам переходит что-то по наследству И наша задача это наследство как минимум сохранить и передать следующим поколениям Желательно еще оставить что-то от себя, чем будут гордиться потомки Вот так надо смотреть на город А что я вижу в Ярославле? Я вижу, что памятников архитектуры не видно из-за рекламы, что многие здания разрушаются и нуждаются в реставрации Еще я вижу, что на жителей власти плевать Дворы и дороги, по которым не ходят туристы, десятилетиями не ремонтируются А эти кварталы и дома не менее важны, чем церкви и памятники архитектуры В этих домах уже выросло поколение, которое не знает, что такое нормальный двор, что такое дорога без ям Они считают, что грязь и лужи – это нормально Как говорится, бытие определяет сознание, вот и среда формирует поведение людей Если человек каждый день ездит на работу на разваливающемся трамвае Если вокруг него кроме ям и грязи ничего нет То нечего потом удивляться, что он будет ссать в лифте и целыми днями бухать Я говорю, что в Ярославле, Омске, Твери и других городах надо заниматься дворами, дорогами, пешеходной инфраструктурой А мне говорят, да что ты мусор везде ищешь Снял бы лучше вечный огонь или церковь нашу Мне вот мусор гораздо важнее снять Потому что мусор – это наши, сегодняшние А красивая церковь – это не наши, ее нам передали И нам надо бы что-то передать будущим поколениям, которые будут жить в Ярославле, Омске или Твери Причем передать не только здания и памятники, но и людей, которых сейчас мы в наших городах воспитываем 01. Итак, давайте посмотрим, что же хорошего есть в Ярославле Для начала есть интересная новость Ярославль попал в список из 41-го исторического города России, центры которых, как утверждают представители Минкультуры, будут законсервированы Там будет запрещено новое строительство и изменение направлений улиц 02 По проекту должна быть полностью сохранена структура города, улицы, объемы, высота и фасады зданий, то есть вся историческая градостроительная среда, которая существует на данный момент, заявил директор департамента контроля, надзора и лицензирования в сфере культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов Новость на самом деле противоречивая Я сам пока не сформировал свою позицию по этому поводу И вот почему 03.04. Возможно, такие меры спасут Ярославль и другие города от самодурства местных властей Всегда есть соблазн спалить старые здания и на их месте поставить торговый или офисный центр Теперь этого сделать будет нельзя 05. Ярославлю повезло, здесь есть что сохранять Красивые улицы Фасады почистить и фонари поменять на классические 06. С другой стороны, во многих городах из списка успели наделать ошибок, которые надо исправлять Где-то снесли или не уберегли исторические здания Теперь в центре образовались пустыри, которые надо чем-то заполнять С новым регламентом сделать это будет сложно Возьмите ту же самую Москву, вон, вокруг Кремля куча пустырей Гостиницу Россия снесли Нужна помочь Ярославлю сохранить центр города С начала марта в городе вступили в силу регламенты оформления фасадов зданий в зоне ЮНЕСКО В центре Ярославля была запрещена локальная окраска фасадов зданий, панели из стекла и металла, плоские крыши, сплошные заборы высотой более 0,5 метра, а также вырубка ценных пород деревьев 0,8 Кроме того, в зоне ЮНЕСКО запрещено размещение рекламных конструкций, а также рекламы в оконных проемах Вывески можно размещать не выше второго этажа Площадь вывески не должна превышать 0,75 кВ Метра 0,9 Надеюсь, эти меры помогут сохранить центр Ярославля 10 А сохранять есть что? 11 Вокруг исторического центра тоже есть с чем работать 12 Евангелическая лютеранская церковь С.В. Петра и Павла Удивительно, как ее удалось сохранить среди типовой советской застройки начала прошлого века Обычно такие церкви сносили 13 Центр города 14 Да, здесь все неплохо Туристам нравится 15 16 Вид на 1000 рублей 17 С дорогами и тротуарами вокруг монастыря и церквей беда Можно было бы получше сделать Я бы вообще сюда брусчатку вернул вместо асфальта Движение тут не интенсивное, а брусчатка намного лучше смотрелась бы 18 Вообще, в Ярославле очень круто Идешь себе, а перед советской семиэтажкой стоит усадьба начала 19 века 19 В городе много бульваров и деревьев Молодцы, что сохранили Во многих городах такое и сносят, чтобы дороги расширить 20 Редкий для Ярославля пример, когда делается что-то новое Благоустройство стрелки Сделано неплохо Почему-то очень мало деревьев 21 Набережная в граните Это хорошо Неплохие лавочки 22 В 2010 году Ярославль отмечал тысячелетие По этому поводу расписали все трансформаторные будки в центре 23 Расписали колхозно, но хоть что-то 24 Теперь к теме благоустройства дворов Как я уже писал, власти дворами не занимаются вообще Жителям приходится самим о себе заботиться 25 Выглядеть это может смешно, но лучше так, чем никак Видно, что люди еще сопротивляются и хотят, чтобы под окнами у них было красиво 26 Очаровательно 27 Такое народное творчество можно встретить в разных городах Это первый признак того, что городом управляют некомпетентные мудаки Если мы вернемся к сравнению города с квартирой, то представьте, что родители бухают, а ребенок сам себе игрушки делает из деревяшек и пустых бутылок Ребенок молодец Родители Мудаки 28 Если в городе такое благоустройство стало нормой, пора менять мэра слеж губернатора слеж ситы менеджера слеж думу и так далее 29 В Ярославле это повсюду 30 Жители сами сажают цветы, сами следят, чтобы их не воровали Спрашивается, нафиг им нужна власть? Мэра, кстати, в Ярославле нет На выборах победил Евгений Урлашов, но его посадили сразу по какому-то мутному делу 31 Или вот жители сами делают баррикады, чтобы неправильно не парковались По идее, это обязанность городских властей В общем, если так пойдет дальше, ярославцы сами начнут ремонтировать дороги, сами будут убирать улицы Только зачем налоги платить тогда? Городскую администрацию можно было бы сдать под торговый центр или сделать там кинотеатр Вырученные деньги пустить на благоустройство Толку будет больше 32 По-моему, это был 11 микрорайон Мальчишки играют В ополченцев 33 Долбанный телевизор, уже до детских мозгов добрались 34 Из плюсов, в Ярославле чисто Я имею в виду не грязь и пыль, ее много, а бытовой мусор 35 Ни бумажек, ни бутылок Очень приятно, что хоть дворники хорошо работают 36 Чисто и во дворах на окраинах, и в центре 37 Мусорные баки Стекло собирают отдельно 38 Рынок 39 Победа 40 Тема Лебедев делал Ярославлю логотип Встретил его только в одном месте 41 Иногда попадаются неплохие примеры уличного искусства 42 Торговый центр Аура Он занимает целый квартал в центре Надо бы его в плохое отнести Но здесь, да простят меня ярославцы, надо сказать, что он очень неплохо и деликатно вписан в историческую застройку То есть, он тут вообще нафиг не нужен Конечно Но, глядя на другие города и то уродство, что там строят, начинаешь думать, лучше так, чем какое-нибудь убожество вроде московского европейского или атриума 43 Люди, наши все 44 Ярославль, не исключение 45 В Ярославле красивый вокзал 46 Еще до Ярославля ходят хорошие экспрессы Не Сапсон, конечно, но тоже ничего За 500 рублей обычное место За 1000 рублей, вот такой вот бизнес-класс, как на фото А за 2000, удобная современная купе Ехать чуть больше трех часов В целом Ярославль очень неплохой город с богатейшим наследством, но без хозяина У города огромный потенциал развития как туристического центра Сюда бы хорошего мэра Посты по теме Плохой Ярославль Ярославль Шинный Обама, что ты делаешь? Прекрати Россия Адлер Очень плохой Владивосток Плохой Хороший Владимир Плохой Хороший Геленджик Плохой Хороший Екатеринбург Плохой Хороший Махачкала Плохая Хорошая Новороссийск Плохой слеж Хороший Петрозаводск Плохой Хороший Псков Плохой Хороший Очень хороший Самара Плохая. Хорошая Сочи. Плохой. Хороший Сыктывкар. Плохой. Хорошая Тверь. Плохая. Хорошая Тула. Плохая. Хорошая Черкесск. Плохой. Хорошая Ярославль. Плохой. Мир. Белград. Плохой. Хорошая Варшава. Плохая. Хорошая Веннюс. Плохой. Хорошая Киев. Плохой. Хороший Львов. Плохой. Хорошая Минск. Плохой. Хорошая Тирана. Плохая. Хорошая. Минус Советую подписаться на мои странички В Фейсбук Контактик Основный Твиттер Спам Твиттер Одноклассники подчеркивания Блог обновляется очень часто Поэтому пропустить что-нибудь интересное не так уж и сложно Специально для таких случаев у меня есть Эмейл Рассылка Это красиво оформленная подборка самых важных постов за прошедшую неделю для тех, кто заходит сюда нечасто Одно письмо каждые 7 дней Обещаю, что никакого спама вы от меня не получите Если надоест, вы от нее легко отпишетесь А если вдруг закроют жежи и запретят соцсети, у нас с вами будет рассылка Это как тайный клуб Реклама в этом блоге чем я занимаюсь за что я баню Хотите дать совет? Вам сюда Я в других социальных сетях Leave a comment, read comments 209